Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого Слово к верующему Отцу Продолжение Ну скажет кто-нибудь, не одно и то же Погрешит ли мирянин или навсегда посвятивший себя Богу Так как ни с одной высоты падают оба они То и раны у них не одинаковы Ты очень заблуждаешься и обманываешься Если думаешь, что иное требуется от мирянина А другой от монаха Разность между ними в том, что один вступает в брак А другой нет Во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности Так гневающийся на брата своего напрасно Будет ли он мирянин или монах Одинаково оскорбляет Бога И взирающий на женщину с вожделением Будет ли он тем или другим Одинаково будет наказан за это прелюбодеяние Если же можно прибавить что-нибудь по соображению То мирянин менее извинителен в этой страсти Потому что не все равно Тот ли прельстится красотой женщины, кто имеет жену И пользуется этой утехой Или будет уловлен этим грехом тот, кто вовсе не имеет такой помощи против страсти Так же, клянущийся будет ли он тем или другим Одинаково будет осужден Потому что Христос, когда давал касательно этого повеления И закон не сделал такого развлечения И не сказал Если клянущийся будет монах То клятву его от лукавого А если не монах, то нет А просто и вообще всем сказал А я говорю вам Не клянись вовсе Матфея 5.34 И еще сказал Горе вам смеющиеся ныне Лука 6.26 Не прибавил монахам Но вообще всем положил это правило Так как он поступил И во всех прочих великих и дивных повелениях Например, он говорит Блаженный нищий духом Плачущий, кроткий, алчущий, жаждущий правды Милостивые, честые сердца, миротворцы Изгнанные за правду Несущие за него от внешних неверующих Упомянутые и неупомянутые поношения Матфея 5.3.11 То не приводит название ни мирянина, ни монаха Такое развлечение привнесено умом человеческим Писания же не знают этого Но желают, чтобы все жили жизнью монахов Хотя бы имели жен Послушай, что говорит и Павел Когда говорю о Павле Говорю опять о Христе Павел же в послании Обращаясь к людям, имеющим жен И воспитывающим детей Требует от них всей строгости жизни Свойственной монахам Так, устраняя всякую роскошь В одежде и пище Он пишет такие слова Чтобы так же и жены При личном одеянии Со стыдливостью и целомудрим Украшали себя ни плетением волос Ни золотом, ни жемчугом Ни многоценной одеждою 1 Тимофея 29 И еще Застолюбивая заживо умерла 1 Тимофея 5.6 И еще Имея пропитание и одежду Будем довольны тем 1 Тимофея 6.8 Что еще больше этого можно было бы требовать от монашествующих? Он учитывает других, удерживает язык Он опять постановляет строгие правила Такие, которые исполнит трудный монах Потому что устраняет не только срамные и глупые речи Но и шутовские изгоняют из уст верных Не только ярости, гнев и обедуны и крик Всякое говорит раздражение, ярости, гнев и крик и злоречия Со всякую злобу и добудут удалены от вас Ефесянам 4.31 Или мало тебе кажется этого? Подожди, услышишь гораздо больше о том, что он заповедует Всем о незлобе Солнце говорит, да не зайдет во гневе вашем Ефесянам 4.26 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло Но всегда ищите добра и друг другу и всем 1 Фессалентийцам 5.15 И еще не будь побежден злом, но побеждай зло добром Римлянам 12.21 Видишь ли, доходящую до самой вершинной степени Любомудрые долготерпения Послушай также, что заповедует он о любви В главе добродетелей Поставив ее выше всего и сказав о ее действиях Он объяснил, что от мирян он требует той же любви Какой требовал Христос от учеников Как спаситель сказал, что самая высшая степень любви состоит в том, чтобы душу свою полагать за друзей своих Иоанна 15.3 Так и Павел выразил то же самое Сказал Любовь не ищет своего 1 Коринфянам 13.5 И к какой-то любви заповедовал стремиться Так что если бы только это одно было сказано Было бы достаточно для доказательства Что от мирян требуется то же самое, что от монахов Потому что любовь есть связь и корень многих добродетелей А Павел излагает ее и по частям И по частностям Чего же можно требовать больше этого любомудрия Когда он повелевает быть высшей гневой, ярости, крикой, любостей, жальничьей, в угодии, роскоши, тщеславия И прочего житейства, и не иметь ничего общего с землей Когда заповедуют Умертвите земные члены ваши В Волосином 3.5 Умерший освободился от греха Римлянам 6.1 То очевидно требует от нас такой же строгости жизни Какой требовал от учеников Христос И желает, чтобы и мы были так же мертвы для грехов Как умершие и погребенные А в иных местах он овещевает нас подражать Христу А не только ученикам Его Так как, когда убеждает нас к любви, к незлопамятству и к ротости То приводит пример Христа Итак, если Павел повелевает подражать не монахам только и даже не ученикам, но самому Христу И не подражающим назначает величайшее наказание То почему ты называешь их высоту большим? Всем людям должно восходить на одну и ту же высоту То именно извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующему нужна Большая строгость жизни Оброчем, можно жить беспечно Нет, нет, от всех нас требуется, говорит он, одинаково и любомудре Это весьма хотел бы я внушить Или лучше не я, но сам тот, кто будет судить нас Если же ты удивляешься и не удымеваешь Но вот мы опять почерпнем для слуха твоего из тех же источников Чтобы тебе совершенно омыться от всякой нечистоты неверия Я представлю доказательства от наказания, имеющих быть в тот день суда Богач не за то много наказан, что был жестоким монахом Но если можно сказать нечто в пояснении, за то, что, будучи мирянином и живя в богатстве Пурквере, презирал Лазарев крайней бедности Впрочем, не скажу ни того, ни другого, а только то, что он был жесток И за это терпел кикчайшую муки в огне И девы за то, что не имели человеколюбия, были отвежены от врачного чертога Если можно прибавить нечто из себя, наказание им не только не было усилено задевство их Но, может быть, еще и смягчено за это Ибо они не услыхали Идите от меня, проклятые в огонь вечную, готовы на дьяволу и ангелу моего Матфея 25, 41 Но только не знаю вас Матфея 25, 12 Если же кто скажет, что то и другое одинаково, противоречить не стану Потому что я стараюсь теперь доказать, что жизнь монахов не делает наказание более тяжкими Но что и миряне подвергаются тем же самым наказанием, если грешат одинаково с ними Так и одетые в нечистую одежду И требовавшие из должника студенариев, потерпели постигших беды не за то, что они были монахами Но первый погиб за блудодеяние, а последний за злопамятство Если кто посмотрит на других, которые будут тогда наказаны, то видит, что они подвергаются наказанию только за грехи Там можно заметить не только в наказаниях, но и в вещеваниях Так Господь говоря «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас Возьмите игомое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим Говорит это не одним только монашествующим, но всему человеческому роду И когда он повелевает идти тесным путем, то обращает речь не к одним, не к одним только одним Но ко всем людям, одинаково всем заповедал он ненавидеть душу свою в мире всем И все прочее тому подобное Когда же он говорит не ко всем и не закон преподает, то сам же и объясняет нам это Так говоря, девствие он присовокупил Кто может вместить, да вместит Матфея 19, 12 Не сказал всякий, но не преподал этого в качестве заповеди Так и Павел, который везде является подражающим учителю, коснувшись этого предмета, сказал Относительно девства я не имею повеления Господня 1 Коринфянам 7, 25 И так придумаю, что и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать Что и мирянина, и монаху должны достигать одинаковой высоты И что оба они в случае падения получат одинаковые кары Продолжение следует